Несколько месяцев, может 6, может 8, я буду говорить на тему борьбы, на тему противостояния, с которой мы сталкиваемся либо во внутреннем нашем человеке, как написал апостол Павел, мысли наши, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. Из-за этого мы страдаем, мучаемся внутренне, даже в одном месте апостол Павел написал «воздыхаем», то есть как бы тяжело нам, потому что сложно разобраться в многих вопросах, а тем более, когда ты учитываешь, что есть еще Божий взгляд, и тебе важно угодить и Богу, и ты понимаешь, что это единственно правильный взгляд, вдвойне сложно. Поэтому мы будем говорить о внутренней борьбе, мы будем говорить о давлении, которое мы испытываем со стороны, это и общественное давление, и мнение людей, и философия, которая сформирована в этом обществе, и мы же тоже продукт этого общества, никуда мы от этого не денемся. И также всякие духовные атаки, которые невидимы для глаз, но они, разумеется, существуют, потому что есть конкретный враг нашей души, дьявол, который заинтересован в том, чтобы максимально разрушить нашу душу. Вот об этом мы будем говорить. Вообще, в некоторых книгах библейских, некоторые авторы настолько предельно откровенно говорили, что человек, который умирает, блажение того, кто рождается. Ты сразу чувствуешь и понимаешь, что человеку, наверное, серьезно досталось в жизни, если он пришел к такому заключению. Тяжело, выматывает много вещей, и иногда даже ты живешь в хороших условиях, и здоровье у тебя хорошее, и отношения хорошие в семье, но есть много внутренней борьбы, которая выхолощивает, утомляет, а тем более, когда на политической, на мировой арене развязываются самые настоящие войны, когда откровенно совершается насилие, убийство, льется кровь в 21 веке. Ты не можешь просто в это поверить. Что может такого произойти с психикой людей, чтобы так совершенно откровенно совершать насилие на виду всего мира? И вспоминаешь апостолов, которые спрашивали у Христа, а когда же придет твое царство? Так хочется твоего царства, так хочется этой гармонии и тишины, так хочется этой внутренней стабильности и уверенности, что тебя никто не подсиживает за тобой, никто не следит, тебя никто не предаст, что в этом царстве никогда не будет бунтов. Так же его хочется, этого царства. И сам Христос учил нас, верующих людей, молиться и говорил, молитесь так, да придет царствие твое, да будет воля твоя, как на небе, так и на земле. И ты думаешь, какое оно это царство там на небе? И понимаешь, что там его воля выражает себя беспрепятственно. Там все эти духи небесные, ангелы, небожители, они не вступают в конфликт с Богом, они не спорят с Ним. Они воплощают его волю. Он воистину их царь. Их никто к этому даже не принуждает. Они просто признают, что это лучшее, что может быть. Это его благая, добрая воля. И нам бы хотелось, чтобы эта воля и это царство наступило на земле. Но, когда эта воля начинает выражать себя здесь, то она, простите за грубое слово, нарывается на волю человеческую. И у нас этого своеволия и того, чего хотим мы, настолько много, что даже если мы знаем волю Божью и где-то подсознательно признаем, что это лучшее, что может быть для нас, людей, все равно есть мое «я». Мы стоим в позу. Так это мы о верующих людях говорим. Мы говорим о людях, читающих Библию, посещающих церковь. Что говорить о людях неверующих? Что говорить о дьяволе, который представляет открытую оппозицию к Богу? Если у Бога есть повестка, такое слово «адженда» на английском языке, да, и его программа, его повестка – это благо для человека, это спасение человеческого рода, то повестка дьявола – это делать все вопреки Божьим планам. Он ничем другим не занят, кроме того, чтобы противиться всему называемому Богом или святынею. Я выразил со словами апостола Павла. В отдельных современных переводах Библии дьявол даже уже назван как противник. Это одно из определений слова «дьявол». Он противится всему, что связано с Богом и с Его волей, и с Его программой. Думаю, как же это возможно, чтобы царствие Божие, которое на небе, сделалось царством Господа здесь на земле? Это все очень непросто. Можно сказать, Господь, но Ты же всесильный, и Ты праведный. Почему бы не применить силу? Почему бы не ограничить человеческое зло, которое просто проявляется так беспрепятственно? Ну, и опять себе же задаю вопрос, а как ты себе это представляешь практически? Вот Каин затаил обиду по отношению к своему брату Авелю. И уже ходит с опущенной головой. И потом они были в поле. Нет возможности даже на помощь позвать. Ни телефонов, ни полицию не вызвать. Этот чистый, праведный Авель просто погибает. Тот его просто убивает в поле. И ты поднимаешь голову и говоришь, Господь, как это объяснить? Я опять себе задаю вопрос, а как бы ты поступил, если бы ты был на месте Бога? Вот как бы ты поступил? И мы сейчас не только о Каине говорим, мы обо всех нас говорим. Мы говорим о всех поступках, которые мы совершаем в большей или в меньшей мере, вопреки воле Божьей. Но совершаем же добровольно. Нас же никто к этому не принуждает. Это же мой собственный выбор. Как и выбор Каина. Я себе думаю, ну хорошо, а что должен был сделать Бог? Разбить Каина параличом в последний момент, чтобы он просто физически не мог совершить насилие? Или, может быть, вообще забрать у него способность завидовать? Тогда вообще эти мысли развиваться не будет. Просто забрать способность. Ты не можешь ни завидовать, ни обижаться, ни злиться. На каком этапе Бог должен ограничить и до какой степени должен ограничить мою волю? Давайте думать. Не превратимся ли мы полностью в безвольных людей, если вместо нас праведный и всесильный Бог будет все это делать? Ну, опять возникают вопросы. Хорошо, Господь. Ну, а что, вот так все оставить? Опять возвращаемся к истории с Каином, и ты понимаешь, что нет. Бог к нему обратился и сказал, Каин, мне не нравится твой вид. Каин, грех лежит у порога твоего сердца. Делай что-то. Это твоя ответственность. Это в твоей власти пока что. Пока что ты можешь господствовать на этой ранней стадии. Бей тревогу, делай что-то. Это ненормально. Не оставляй это так. Не пускай на самотек. Это же Бог сказал Каину. Мы же это читаем в Библии. Потому что наступит время, когда ты уже не сможешь контролировать эти процессы, и они возобладают над тобой до такой степени, что ты будешь делать то, что ненавидишь. Так именно Павел определил грех. Он сказал, это когда я делаю то, что ненавижу, и все равно это делаю. Значит, Бог неравнодушен. Значит, Бог пытается вникать в этот процесс и остановить это зло. И после того, как Каин совершает это преступление, Бог наказывает Каина. И наказывает до такой степени, что люди боятся с ним иметь дело, боятся повторять то, что он сделал. Таким страшным было божественное наказание, над Каином. Значит, Бог не безразличен, значит, Бог участвует, но просто он оставляет человеческую волю все равно свободной. И все возвращается к внутреннему миру человека, к тому, что происходит у нас внутри. Как сказал Федор Достоевский, никогда и ничего не было для человека и человеческого общества невыносимые свободы. Я помню, в 96-м, наверное, году я встречался с одним человеком в России, который отсидел продолжительный срок за убийство, и он вышел из тюрьмы, и он уверовал, стал христианином. И мы с ним очень откровенно говорили, и он сказал, я, если бы была возможность, я бы предпочел снова оказаться в тюрьме. Я был так удивлен. В смысле, зачем? Он говорит, я не знаю, что делать со свободой. У меня был большой срок. Я теперь понимаю волю Божию. Я понимаю, сколько расставлено капканов. Я понимаю, что я волен поступать, как я хочу. Я себе не доверяю. Я себя боюсь. Мне было намного проще, когда меня просто закрывали в камере одиночки, когда меня просто ограничивали физически. Я снова возвращаюсь к Достоевскому. Нет ничего невыносимее свободы для человека. И между тем, это оставлено на нашей ответственности. Я выбираю. И я буду за это отвечать. И если честно, я бы тоже предпочел, чтобы кто-то более умный, чем я, более сильный, чем я, за меня это все решал. «Снимите с меня эту ответственность». Но Бог создал человека свободным. Бог сделал для человека известной свою волю, свои заповеди, свои духовные законы. А уже поступаешь ты по этим заповедям или вопреки им, это уже твое дело. Я бы хотел показать несколько сегодня таких больших опасностей, которые подстерегают нашу душу. Первая опасность или угроза исходит из состояния пассивности. Это когда отсутствует чувство тревоги перед лицом опасности. Когда мы понимаем опасность, мы собираемся внутренне. Мы бдительны, мы осторожны. А когда нет опасности, мы расслабляемся, впадаем в такое состояние комфорта, сонливости, снижается уровень бдительности. Смотрите, что написал апостол Петр в 1 послании 5,8. «Будьте бдительны! Ваш враг, дьявол, бродит вокруг, как рычащий лев в поисках жертвы». Давайте откровенно. Если апостол Петр не преувеличивает, если его аллегория, которую он здесь приводит, правдива, то мы понимаем, что хищник не успокоится, пока не отыщет жертву и не разорвет ее, пока не напитает себя. Повторяю второй раз. Если апостол Петр не преувеличивает и точно определяет атмосферу, в которой мы все живем, то на нас объявлена охота. И в отличие от обычного мира, здесь нет сезонов, когда охота открыта, а когда запрещена охота за нашей душой. Вот мы все знаем, что такое гравитация или закон притяжения. Вот смотрите, чтобы этот стакан упал, мне не нужно прилагать усилий. Наоборот, совершенно наоборот, чтобы он не упал, мне нужно прилагать усилия. Мне нужно постоянно сопротивляться естественному закону притяжения. Постоянно. Вот все, что я сейчас делаю, вот этот жест, это сопротивление естественному закону притяжения. Как только я перестану сопротивляться этому закону, стакан упадет. Потому в Библии написано, что путь жизни мудрого человека всегда вверх, чтобы уклониться от преисподней внизу. Это не я написал, это Соломон написал. В смысле, всегда вверх. Это невозможно, всегда вверх. Но так это понял для себя Соломон. Всегда должно быть усилие. Или как там в другом месте написано, Царствие Божье усилием берется. Только предлагающий усилие восхитит это Царство. Поэтому усилие – это не просто порыв, это не просто на момент какой-то критической ситуации мы собрались силами, нам нужно, ну как бы, прорвать эту атаку или нападки какие-то в наш адрес. Но усилие – это образ жизни христианина. Я сейчас с собой разговариваю. Александр, усилие – это здоровый образ жизни. Это не просто от случая к случаю. Усилие – это образ жизни. Потому что на мою душу объявлена охота. Есть хорошая иллюстрация к нашим рассуждениям из 2-й книги Царств 11.1 и 2. Читаю. Через год, в то время, а именно весной, когда выходят цари в военные походы, Давид послал Иава и своих слух, и всех израильтян, и они поразили амманитян и осадили город Раву. Сам же Давид оставался в Иерусалиме. Мы знаем, что Давид всегда участвовал в этих военных походах, но в этот раз он остался в Иерусалиме. Однажды под вечер Давид, встав с постели, прогуливался на кровле царского дома и увидел с кровли купающуюся женщину. Эта женщина была очень красива. Люди, читающие Библию, знают, чем все это кончилось. Это не просто там один раз человек споткнулся там и переспал с чужой женой, ну там целый клубок, там несколько лет выпадает из жизни Давида, там одно цепляется за другое. Это серьезный удар, это серьезное поражение, если так в общем оценить, что произошло в тот вечер. И вот смотрите, в обычной жизни самое опасное место, это, конечно же, на передовой. Там ты весь собран, потому что ты понимаешь степень опасности. Но когда ты дома, в спальне, когда здесь нет никаких военных действий, никакой панорамы военных действий, конечно, ты в безопасности. Но с духовной перспективы, вот не преувеличивай, я действительно так вижу, это более опасно. Потому что ты услышал хорошие вести, война была выиграна, город отбили. Потому что, когда еще этих вестей не было, еще чуть-чуть было напряжение, как оно там все развяжется, эта военная кампания. А тут хорошие вести в нашу пользу. Ес! Получилось. вообще хорошо себя чувствуешь. Потому, похоже, валялся в постели до вечера. И это опасно. Потому что нет бдительности, а за тобой охотятся. Клайв Льюис в своей книге «Записки Баламута» пишет интересные вещи. Он пишет, что есть достаточно успешная распространенная тактика врага, то есть дьявола, по отношению к нашей душе. Она заключается в том, чтобы не доводить человека до отчаяния. Потому что, когда человек доходит до отчаяния, он начинает звать Бога на помощь. А это уже для врага опасно, потому что Бог обязательно придет на помощь. Потому тактика заключается в том, чтобы усыпить человеческую бдительность, чтобы человек даже не подозревал, какая масса вещей вокруг него на самом деле это капканы. Чтобы в человеке не поселилось чувство тревоги. то есть задача темных сил держать нас в состоянии комфорта и успеха, чтобы за многим безобидными вещами мы не подозревали никакой опасности. Но я однажды, читая Библию, обратил внимание на слово последствия. Интересно. Апостол Павел пишет, что грехи некоторых людей, они явны, вот они, да, на виду у всех, здесь как бы все черным по белому понятно, а некоторых открываются впоследствии. Есть много так называемых серых зон, о которых в Библии не написано в категорической форме. Хочешь, так поступай, хочешь, так поступай. Но когда ты учитываешь последствия, ты будешь вести себя совершенно по-другому. Мне нравится слово последствия, оно само за себя говорит, это то, что следует после того, как ты это сделаешь. Ты это сделал, и что-то последует за твоим поступком. Так вот, что еще интересно, скажем, книга притчей, 23 глава, 31 стих. Не смотри на вино, хотя в Библии нет запрета употреблять вино. Прямого запрета нет. На пьянство есть запрет, на вино запрета нет. Но, где же она, эта разумная грань, или золотая середина? Не смотри на вино, как оно краснеет, как искрится в чаше. В другом переводе, в современном написано, как легко пьется. Впоследствии, как змей, оно укусит. И глаза твои начнут смотреть на чужих жен, и сердце заговорит развратное. Это даже не потому, что ты такой распутный человек, но, а просто, когда у тебя трезвый ум, ты на чеку. Но, когда разум поплыл, то инстинкты, вот те все наши начала греховной природы, они беспрепятственно себя выражают, потому человек, когда протрезвеет, даже говорит, неужели я мог это сделать? А в другом переводе написано, вино будет причиной твоих странных поступков, потому что помутнеет твой разум. мне нравится Даниила 1.8. Даниил это муж желаний, это чистая душа. Когда он был в Вавилонском плену, за ним там никто не наблюдал, никто особо от него ничего не ожидал, не требовал, не контролировал ее, тем более он был очень молодым человеком на тот момент. И в его книге 1.8 он сам пишет, ну о себе больше, наверное, но не пишет это от первого лица, от второго лица. Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, какое пьет царь. Как-то он так сам в себе решил. Я понимаю, что для евреев был запрет на определенные там продукты питания, но на вино запрета не было. Но этот молодой человек так сам в себе решил. Я не хочу. Похоже, вино было хорошее, если это с царского стола. Но он так решил. Это те самые серые зоны, когда приходят люди и говорят, вот Библия, покажи мне, где написано, что Бог запрещает, например, это делать, или это слушать, или это употреблять. Я таким людям, которые вот так прижимают к стенке, говорю, можно я вам задам два встречных вопроса. Первый вопрос. Что вызвало у тебя интерес к этому? Покажи мне source, источник, который вызвал у тебя любопытство или желание это попробовать. Откуда это? Это во время молитвы у тебя возникло. Кто вызвал в тебя интерес к этому? Это мой первый вопрос. Второй вопрос. Если ты это сделаешь, к чему это тебе приведет завтра? Потому что ты так или иначе запускаешь механизм, который имеет тенденцию прогрессировать. Мы властны только в сеянии, но мы не властны в жатве. Я могу контролировать посев, но жатву не могу. Итак, что вызвало у тебя интерес к этому и к чему это тебе приведет завтра, если ты это сделаешь? Мне понравилось, как Эйден Тозер хорошо сказал об этих серых зонах. Он сказал так. Все, что уводит меня от Библии, является моим врагом. И не важно, насколько это выглядит безобидным. Мы все знаем, кто такой Неемия, как он решился отстроить городскую стену, защитить Иерусалим от всех этих грабежей, от диких животных, потому что городская стена была разрушена. И в 4 главе, 17 стихом, он сам пишет, строившие стену и носившие тяжести, которые налагали на них, одною рукою производили работу, а другою держали копье. Каждый из строивших припоясан был мечом под чреслом своим, и так они строили. в 21 стихе, так производили мы работу. Это даже неудобно. В одной руке мастерок, а в другой руке копье. Я, когда это читал, я подумал, да этот Иерусалим никому был не нужен, разваленный этот город, никакого интереса, там уже нечего грабить, остались только старики и больные. Но как только появляется человек, который говорит, нет, мы отстроим этот город, мы поставим ворота, мы защитим этот город, просыпаются люди, там прямо написаны их имена, и вдруг начинают неровно дышать в эту сторону. Начинаются угрозы, их очень много, когда читаешь книгу Ниеми. И кажется, какое вам дело, какая вам разница, это что, ваш город, что вы так неровно дышите в эту сторону? И я понял, когда ты пускаешь свою жизнь на самотек, вот как есть, так есть, то ты никогда даже не встретишь вражеского сопротивления, оно и так все развалено. Вот когда я смотрю на людей пассивных таких, да, как только назревает какая-то напряженная ситуация в доме, там с взрослым сыном или в отношениях между супругами или еще какая-то ответственность, удочку и на рыбалку смотался, устал человек. Ну, такого много. Я же знаю, я тоже с людьми общаюсь, да. Но дело в том, что оно не помогает. Если бы оно само собой как-то прошло, то ладно, можно переждать, где-то залечь в окопе, там, да, и переждать грозу. Но оно не помогает. Ты как раз в той позиции, что именно ты, глава семьи, должен думать, что ты собираешься с этим делать. Поэтому запомни, врагу не нравится, когда ты строишь. Врагу не нравится, когда ты говоришь, нет, мы не будем обижать друг друга в нашей семье. Нет, мы не оставим, нет, мы не пойдем там так спать, потому что мы поссорились. Нет, с этим надо что-то делать, это ненормально. И как только ты принимаешь решение строить свою собственную душу, отношения, что бы это ни было, ты сразу попадаешь в поле зрения врага. Сразу. Потому что он спокоен, когда у тебя все плывет. Знаете, когда пословица? Плывет забор, пусть хата плывет, или плывет хата, пусть и забор плывет. А вода же, она как? Она течет по пути на меньшего сопротивления. Всегда вниз, вниз, вниз. Мы такие поговорки придумали. Мудрый в гору не пойдет. Я сам себе думаю. Нет, нет, подожди, хитрый в гору не пойдет. Лодырь в гору не пойдет. Трус в гору не пойдет. Христос пошел на гору, Моисей пошел на гору, Илья пошел на гору. Вся жизнь, путь жизни мудрого вверх. Кто-то может сказать аминь? Чтобы уклониться от преисподней внизу. Поэтому усилия, которые мы прилагаем, это не порыв, это не от случая к случаю, как я сказал. Это не просто в критический какой-то момент мы консолидировали силы, мы молимся, нам нужно выжить, нам нужно прорваться, но-но-но. Усилия это образ жизни. И как только ты перестаешь прилагать усилия, ты проиграешь. За тобой охотятся. Всегда. Это первое. Вторая угроза исходит от зависти. Можно подумать, что это безобидное что-то. Кто-то хорошо заметил, что зависть это как яд. ты вроде бы завидуешь другому человеку, но этот яд принимаешь сам вовнутрь. Потому он нисколько не повредит твоему сопернику, а тебя может убить. Вот как-то неспокойно тебе, что у другого получилось, или у него что-то лучшее, вот как-то неспокойно тебе, заводит оно тебя, раздражает оно тебя. Забегая наперед, я скажу, то, что записал вчера у себя в дневнике, я просто уже ложился отдыхать, и я подумал, так все-таки зависть, зависть, что же оно такое с перспективой Бога, или с учетом Бога, что же это за состояние такое в душе человека. Я себе отметил так, что зависть это несогласие с суверенной волей Божьей благословить другого больше, чем меня. Вот не согласен я внутренне с тем фактом, а это факт, это очевидно, что Бог дал другому больше, чем мне, или благословил его в какой-то области больше, чем меня. А вот я неравнодушен к этому. Но Бог ведь суверенный, что ты ему указываешь, как в той притче. Господин говорит, а разве я не властен дать и этому столько, сколько тебе? Да, но я целый день пахал, и ты мне заплатил столько, сколько ему, а он только один час последний работал. А господин говорит, нет, подожди, давай исходить из начала. Мы же с тобой договорились за один динарий. Я тебя обманул, я тебя обидел, я тебя обделил. Какая тебе разница, что я захотел, он говорит. Я говорю, что тебе с тобой, если я хочу? Или ты завислив от того, что я добрый? То есть зависть, это все равно плевок в адрес Бога. Это все равно я не согласен. Вот может я вслух это не скажу, но внутри я не согласен. Может этот человек хуже, чем я. А у него получилось, а у меня не очень. У Пушкина есть произведение, где он разбирает причину зависти между Сальери и Моцартом. Есть прекрасный фильм, если вы не смотрели, можете смело его посмотреть, вы получите пользу от этого. Амадеус или Амадей на русском языке. Кто любит по-английски, смотрите по-английски. И там показано, что этот Сальери, это прилежный человек, и он дает обет Богу писать музыку во славу Бога. Он даже дает обет безбрачие. Он заинтересован прославлять Бога своей музыкой. И все было более-менее нормально, пока в поле зрения не появился Моцарт. Повеса такой, легкомысленный, странный, немножко распутный. Но музыку пишет, как воду пьет. Абсолютно независимый, нет какого там вдохновения свыше, по крайней мере, так кажется со стороны. Этот Сальери на коленях простаивает часами, он просит Бога помочь ему написать очередное произведение. А Моцарт пишет без усилий, даже без помарок, без помарок, он даже не исправляет ничего. И Сальери не может справиться с этим фактом. Он не знает, как это объяснить. И у Сальери претензии не к Моцарту, у Сальери претензия к Богу. И это настолько начинает разъедать его изнутри, что в один день он снимает крестное знамение, крестное изображение у себя со стены в комнате и бросает ее в камен. И он говорит, если ты не наведешь порядок, то я наведу порядок, я теперь буду противиться тебе. то есть зависть это страшная вещь, она заводит человека внутри, ты даже не замечаешь, как ты становишься раздражительным, как твоя молитвенная жизнь высыхает. Почему? Потому что ты вступаешь в конфликт с Богом, а не просто с человеком, которому ты завидуешь. Я вам покажу несколько цитат из первой книги Царств, 18-19-20 глава, это взаимоотношения между Давидом и Саулом на ранней стадии, как они развивались. Саул получал от Давида очень много. Это человек-находка. Такого, прямо говоря, днем со днем не сыщешь. Этот человек, сколько пользы принес в твое же царство, Саул, сколько побед тебе доставил, сколько рисковал своей жизнью, ты должен им дорожить. И все оно так, кроме одного зависть. Так Давид тебе и угрозы никакой не представляет. Он что, пытается тебя там сбросить с трона зависть? Как написал Иаков, где есть зависть и себелюбие, там беспорядок и всякое зло. Читаю. Давид действовал благоразумно везде, куда не посылал его Саул. И сделал его Саул начальником над военными людьми. И это понравилось народу и слугам Сауловым. Когда они шли при возвращении Давида после победы над Филистимилинином, то женщины из всех городов израильских выходили навстречу Саулу, царю, с пением и плясками, с торжественными тимфанами и восклицали игравшие женщины, говоря, Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч. Казалось бы, ума бы вам добавить немного. Вы же понимаете, что человеку это плохо, это не полезно слышать. Он, в конце концов, царь. Но женщины пели то, что было, то, что все говорили, то, что все понимали, потому что израильская армия полтора месяца бестолку простояла, этот Голиаф унижал их всех, никто не мог развязать этот узел. Он уже так затянулся, уже никто его не мог развязать. Они зашли в мертвый тупик, пока не пришел Давид и не развязал этот узел. Казалось бы, слава тебе, Господи, ты выручил нас всех от этого позора и вывел из тупика. Но когда эти женщины пели, Саул сильно огорчился и неприятно было ему это слово и он сказал, кому сказал, не обязательно, чтобы это было кому-то, сказал просто в сердцах. Давиду дали десятки тысяч, а мне лишь тысячи, ему не достает только царство. А это уже откуда? Это уже домысел? с того дня и потом подозрительно смотрел Саул на Давида. Что значит подозрительно? С кем это он там разговаривает? Обещал прийти к четырем часам, смотри, уже четыре пятнадцать. Интересно, где он сейчас? ты начинаешь во всем подозревать человека, у которого чистое сердце. Мы же знаем намерение Давида, он категорически отказался от государственного переворота. Он ничего по этому поводу не предпринимал, даже когда имел возможности. Но как написал апостол Павел, для чистых все чисто, а для нечистых все нечисто. Он во всем видит нечистоту, он судит от других по мере собственной испорченности. Поэтому удалил Саул от себя Давида и поставил тысяченачальником. Давид ходил в военные походы, во всех делах своих поступал благоразумно, Саул тоже видел, что Давид благоразумен, боялся его, а весь Израиль любил Давида. И стал Саул еще больше боялся Давида и сделался врагом его на всю жизнь. Это уже позиция внутренняя. И когда вожди филистинские вышли на войну, Давид с самого выхода действовал благоразумнее других слуг Сауловых и весьма прославилось имя его. Успех тебя радует, Саул? Победа за победой, это же работает на твою репутацию, это твоя армия, это ты царь, так тебя победа, успех радует или нет? Экклесиаст пишет, всякий успех в делах производит взаимную между людьми зависть. Так казалось бы, успех это же хорошо, и у этого человека успех, и у того человека успех, а здесь прямо явно в твоем царстве успех. Зависть зараза такая, которая съедает тебя изнутри. Саул, так тебе нужен успех в военных кампаниях или не нужен? И говорил Иоаннафан добрый о Давиде Саулу отцу своему и сказал, да не греши царь против раба своего Давида, ибо он ничем не согрешил против тебя, и дела его весьма полезны для тебя. Он подвергал опасности душу свою, чтобы поразить филистимлянина, Господь сделал великое спасение всему Израилю. Ты же видел это и радовался. Для чего же ты хочешь согрешить против невинной крови и умертвить Давида без причин? Вроде бы он соглашается, а потом опять приступ, как беснование, как находит что-то. Смотрите, что дальше. Опять началась война, и вышел Давид, и воевал с филистимлянами, и нанес им великое поражение, и они побежали от него. Знаете, что дальше написано? Когда эта весть пришла к Саулу, он начал бесноваться. И когда Давид уже вошел к нему в келью, он бросил в Давида копье, чтобы пригвоздить его к стене. Но Давид отскочил от Саула, и копье вонзило в стену, и Давид убежал и спасся в ту ночь. тогда сильно разгневался Саул на Иоаннафана, уже сына своего, потому что у них там был праздник новомесяч, и Саул все-таки рассчитывал, что Давид как родственник, они же были в родстве, придет на этот праздник, никто, что за столом не собирается пояснять отношения, но Давид не пришел. И один день, и второй, а у Саула уже конкретный план избавиться от Давида. И потому он начал подозревать уже своего сына Иоаннафана и сказал ему, сын негодный, непокорный, разве я не знаю, что ты подружился с Давидом на срам себе и на срам твоей матери, ибо во все дни, доколе сын Иисеев будет жить на земле, не устоишь ни ты, ни царство твое, теперь же пошли приведи его ко мне, он должен умереть. И отвечал Иоаннафан Саулу, отцу своему, и сказал, за что умретвлять его, что он сделал? Адекватного ответа на вопрос не существует, разве что надо честно сказать, а честно сказать ты не можешь. Тогда Саул бросил копье в Иоаннафана, сына своего, чтобы поразить его, Иоаннафан понял, что отец его твердо вознамерился увидеть Давида, и встал Иоаннафан из-за стола в великом гневе и не обедал во второй день, потому что скорбел о Давиде и потому что обидел его, отец его. Зависть в жизни верующего человека – это несогласие с суверенным решением Бога благословить другого больше, чем тебя. И еще одну коротко опасность или угрозу для нашей души мы рассмотрим – это похоти. Это похоти. Ну, если исходить из словаря, то это грубое половое влечение там к противоположному полу или к какому-то. Сейчас не разберешься. Но суть в том, что похоть имеет намного более широкий диапазон. Я для себя так определил похоть. Это все то, что мы предпочитаем вместо Бога. Похоть – это все то, на что мы готовы променять отношения с Богом. Похоть – это то, чему мы отданы, отдаем все наши эмоции и внутреннюю энергию. Вот это особенно важно. Наши эмоции, то, что захватывает наш мир и похищает все наши эмоции, наш восторг, наши мысли. И Бог уходит с поля зрения. Бог – это источник. Источник радости, источник утешения. Это точно. Но кто-то или что-то появляется в поле зрения и перехватывает инициативу. Я помню, когда мы только поженились с Жанной, это был 96-й год, и она хотела купить постельный набор в спальню, шторы и там все остальное. и ей очень понравился один набор. Он был дорогим, разбирается, наверное. Все хорошее дорого стоит, но денег, понятно, как у всех молодых людей не было. и она сказала, ну, я только этот набор хочу, мы будем искать, где срезать, как найти финансы, мы будем ждать, но я только этот набор хочу купить. Это же на годы, на много лет. Ну, ладно, так, пусть будет так. Проходит время определенное, и вечером, когда она молилась, она говорит, сегодня был у меня интересный опыт. Когда я стала молиться вечером перед сном, я услышала, как Бог в мое сердце сказал, это захватило твое сердце. слишком много своих мыслей ты отдаешь этому набору. И она это расценила, она это поняла, как это ненормально. И она согласилась с этим, что так принципиально настойчиво только это, ничего другого. Неправильно. Здесь же в молитве она принимает решение, просит у Бога прощения и говорит, принципиально, Господь, куплю любой другой набор, но этот покупать не буду. Вот принципиально, хочу освободить свое сердце от этого лишнего груза. И как-то стало легко, она стала искать другой набор, ездить там по магазинам. Проходит неделя, может, вторая, и она привозит домой тот набор, который хотела. Я заулыбался, как вы, говорю, ну, да, значит, ты сдалась, значит, ты проиграла. Она говорит, нет, вот, ты мой муж, ты должен мне поверить. Вчера вечером, я просто молилась, уже об этом не молюсь, это уже ушло из моей жизни, оно уже меня не заботит, не интересует, неожиданно для меня самой. Я слышу внутренний голос, а теперь можешь купить этот набор. Потому что твое сердце свободно от этого. Вот как интересно происходит. Те самые вещи, но отношения к ним очень разные. Апостол Павел пишет в послании Галатам 5.13 Вы призваны Богом, чтобы жить свободно. Однако, пусть свобода это не станет для вас поводом удовлетворять свою греховную природу. Вы вроде бы свободны, здесь же ничего греховного нет. Это купить или это, или опять это купить, как в его случае было. Вопрос не в этом. Лишь бы вот эта свобода, право выбирать и действовать на свое усмотрение, лишь бы это не стало поводом удовлетворять свои греховные прихоти. Потому что ты же попадешь, ты же и проиграешь. Это же забирает эмоции, это же забирает энергию души. Как же человек потом устает? Как же он выматывается бедный? Как же ему тяжело потом? Если Бог уходит с поля зрения? Константин Бальмонт так выразил эти мысли Господь. Господь, в немли, я плачу и тоскую. Тебе молюсь в вечерней мгле. Зачем ты даровал мне душу неземную и приковал меня к земле? Эта душа как воздушный шарик рвется, а ниточкой привязана. Зачем ты даровал мне душу неземную и приковал меня к земле? Я говорю с тобой сквозь тьму тысячелетий, я говорю тебе Творец, что мы обмануты, мы плачем словно дети и ищем где же наш Отец? И вот опять те из вас, которые растили детей или имеют детей, вот ты смотришь на ребенка, он завелся, капризничает, слезы, сопли, там чего-то хочет, но здесь же он у тебя засыпает на руках, вздохнет так глубоко сквозь сон и уснул. Я думаю, все равно ему хорошо, что есть кто-то, кто его безумно любит и куда-то его не пускает и что-то ему не разрешает. А почему даже психологи признают проблему, что в тех семьях, где ребенку все на блюдечке, все, чего он не пожелает, такие дети в 10 раз более раздражительны, чем те дети, которых родители ограничивают чем-то. Потому что он сам в силу своего возраста не способен еще пользоваться свободой. Он не способен. Она ему будет во вред, он от этого страдает, ему и страшно от этого. Ему наоборот нужен кто-то, кто сильнее его, мудрее его, и кто любит его, кто в его же интересах запрещает ему. Я как-то сидел у себя во дворе, и у нас там, где мы раньше жили, была клетка на улице, там был попугай. Я как-то сидел на него и думал, смотрел, думаю, жалко птичку. И тут прилетает ястреб, хватает эту клетку, я думаю, как хорошо, что он в клетке. Какая разная перспектива, понимаешь? Когда ты смотришь на Бога, Его заповеди, Его ограничения, тебе кажется, что тебя опустили в душный колодец, и ты с него вылезть не можешь. А когда ты понимаешь, что заповеди и постановления Божьи ограждают твою душу, потому что тебя разнесет от твоих страстей, то ты благодаришь Бога за это. И ты понимаешь, что человек несчастен, если он не может свою волю подчинить другой воле. Он несчастен, потому что он сам не справится. Вчера читал Хемингуэя, известный американский писатель, который, кстати, покончил жизнь самоубийством. Для меня всегда было это удивительным. Ну, гений, ну, просто гений, зачитываешься его. И он пишет, что вот, говорит, дай человеку достаток, он пожелает роскоши, дай ему роскошь, он захочет изысканного, дай ему изысканного. Он скажет, что его обманули и дали не то, чего он хотел. И ты знаешь, я за этим всем вижу душу человеческую, которая мается, метается. И чем больше у человека есть всего, тем как бы сложнее ему возвратиться к Отцу, сложнее возвратиться домой к Богу. Опять вспоминаю Есенина, просто много его стихов раньше наизусть знал, где его жизнь так вымотала, по загранице, везде, таскали, знаменитостью был, молодой, а не справляется человек. Нехарактер, пьянство, белые горячки, приступы, не справляется. И он пишет в стихотворении письмо матери, пишет, в той Рязанской деревне, где он жил. И пишет, я вернусь, когда раскинет ветви по весеннему наш белый сад, только ты меня уже на рассвете не буди, как восемь лет назад. И вот такое как бы чувство, что домой, вот домой, прибежать просто, и ты вспоминаешь, вот как тебя мать просто погладит по волосам и тебе спокойно. Потому у нас, у всех есть эта тяга домой, мы просто не знаем дороги. Потому что дома спокойно. А дома это у Бога. у Бога дома. Потому на душу расставлены эти капканы, то ты изысканного ищешь, то того, то того, то того, то партнеров меняют, то... И она так устает, эта душа. Сама не знает, чего она хочет. Потому битва, вся борьба, она начинается внутри человека. И два последних текста мы помолимся. Книга притчей 16-32. Выдержка лучшей силы. Самообладание. Английское слово self-control. То есть способность контролировать себя. Это лучшие силы. Ты можешь иметь высокое положение в обществе. Тут, кстати, так и написано. Кто владеет собой, тот сильнее покорителя городов. у тебя может быть много возможностей в жизни, но если ты не можешь сам контролировать свои прихоти и страсти, ты несчастный человек. Оно тебя изнутри разрушит. И это кто написал? Соломон, человеку, которого было очень много всего, но который оставил позор своим потомкам. Забыл сейчас, кто это сказал. Кажется, в книге Иисуса сына Сирахова написано, что из-за того, что Соломон наклонился к женщинам, так был неравнодушен к женскому полу, что построил капище мерзости Аммонитской и Муавитской, языческим богам. С одной стороны на холме стоял величественный Божий храм, а с другой стороны эти мерзкие капища, а построил их в угоду женщинам, которые так контролировали им. И потому это же Соломон написал выдержка лучшей силы, кто владеет собой сильнее покорителя городов. И он же в 25 главе пишет человек неспособный держать себя в руках подобен города с разрушенными стенами. Поэтому в светском мирском понимании свобода это убрать все преграды, которые ограничивают мои наклонности. За всю эту свободу все дерутся, все секс-меньшинства, все дерутся за право под солнцем выражать себя. Ты уверен, что это очень хорошо? Убрать все преграды, чтобы все себя выражали на все сто? Я за себя не ручаюсь, я за себя боюсь. Но в светском понимании свобода это убрать всякие преграды. Жена спорит с мужем, отстаивая свои права. Дети, подростки спорят с родителями. Люди с государствами спорят, с каждым законом спорят за право. В христианском понимании свобода это сила справиться с внутренними страстями. Свобода это сила справиться с завистью, гневом, алчностью, похотью. И в этом счастье. Где Дух Господен, там свобода. Почему я считаю наиболее важным слышать Бога? Вера от слышания. Мы, как правило, понимаем от Слова Божьего, что правильно, но вот это звено между Моя вера и Слово Божие есть вот это звено слышания, то есть каким-то образом способность услышать, что говорит Бог. Все люди, которых мы сегодня называем героями веры, они все слышали Бога. Уже каким образом, это отдельный разговор, но и верою победил весь мир. С одной стороны, весь мир, логика, здравомыслие, родственники, и с другой стороны, один человек, которому Бог сказал, строй ковчег. Само определение и понятие веры у нас обретает совершенно другой смысл. Вера католическая, вера протестантская, что такое общее, обтекаемое, какое-то христианское течение, доктрины и так далее. На самом деле вера это всегда реакция отдельного человека на отдельное послание, которое Бог каким-то образом передал ему. Господи, научи нас молиться. Узнать большее вы можете на платформе forspirit.org Субтитры создавал DimaTorzok